привет с вами снова ксюша и саша и первый наш большой обзор в наступившем 2024 году мы решили посвятить замечательному автомобилю хаммер и ви а В отличие от своего собрата пикапа, внедорожники начали собирать только в 2023 году. Внедорожник Hummer EV действительно короче своего собрата пикапа. Именно поэтому топливных ячеек у него, ну, аккумуляторов, всего 20, а у пикапа их 24. Но мощность все равно впечатляющая, 170 кВт. Кстати, короче здесь и колесная база. Да и мощность не особо впечатляет, всего лишь 830 лошадиных сил, а у его собрата 1000 ровно. Но разгоняется он до сотки за 3-4 секунды. Кстати, и весит этот автомобиль чуть меньше, чем пикап. Он чуть-чуть не дотягивает до 4 тонн. Правда, права категории С вам все равно понадобятся. Да что мы все о цифрах, давайте лучше про внешность. Ведь визуально он не особо отличается от своих предшественников. Да, ты совершенно права, Ксюш. Дело в том, что изобретать велосипед действительно никто не стал. И ведь еще живы те люди, кто помнят тот первый еще армейский Хаммер. Обратила внимание, пока рассматривала Хаммер, что на нем множество пасхалок. Но в первую очередь окружающим нужно напомнить, что все-таки это Хаммер. А уж только потом, что это GMC. Ну, на самом деле так и есть. GMC здесь всего два указателя. Один большой на задней багажной двери и один спереди. Ты отправляйся считать обычные буквы H, а я буду считать стилизованные. У меня работы будет больше. Я все. Быстро ты. И сколько получилось? Девять. У меня 58. Саш, Хаммер позиционирует свой автомобиль как внедорожник. Но колеса у него вполне обычные. Ну, на самом деле, Ксюш, здесь два варианта. Есть внедорожные колеса. Они идут под 18-й посадочный размер для того, чтобы был больше профиль. Но поскольку эта машина Edition One, то она стоит на 22-х колесах. Здесь, вон, стоят колеса 305-55 F22 и стоит, в принципе, дорожная резина. Заказать можно и то, и то. Ну, визуально мы посмотрели автомобиль. Предлагаю пойти в салон. Да, но прежде чем мы туда отправимся, я думаю, стоит сказать, что у этого автомобиля в комплектации Edition One и вообще у топовых версий будет три электромотора. Вскоре должны появиться версии подешевле. У них будет всего два электромотора и меньшее количество аккумуляторных ячеек. Пошли. Ксюш, ну, поскольку я с автомобилем начал знакомиться еще 30 декабря прошлого года, вот такая вот у нас работа, я думаю, что я отправлю тебя за руль и буду рассказывать и знакомить с машиной. Иди. Да я сама про нее много читала. И вот, например, я знаю, что на двери есть лунная поверхность. И, насколько я знаю, эта топография море спокойствия. Ну, я смотрю, ты сама все знаешь, но я все равно дополню. Ты не сказала про след Нила Армстронга, первого человека, побывавшего на Луне, и еще о том, что топографические карты море спокойствия есть не только в защите динамиков, но и на полу салона, на втором ряду сидений, также на полу и даже в специальном боксе, и на защитном кожухе запасного колеса, и даже в багажнике. А мне еще нравятся стекла без арок, ну, как на кабриолетах, либо на купе. Ну, да, я тебе больше скажу. Здесь еще снимается крыша. Причем половинки над головами четырех пассажиров очень легкие. Больше того, снять их можно прямо в дороге. В переднем багажнике есть специальные чехлы, их можно сложить и возить с собой. Удобно. Удобно. Вылезай, я покажу. Смотри, здесь есть специальные рычаги, которые можно отвернуть, приподнять крышу и просто ее снять. Действительно, очень легко и просто. Ну, как? Ну, круто. Как в кабриолете. Я тебе больше скажу. Слушай, вот здесь есть специальная кнопочка, которую мы можем нажать и опустить все пять стекол на дверях и задней половинке. Усаживайся. Одна беда. Эта кнопочка стекла опускает, но вот поднимать их придется при помощи обычных кнопок. Почему этого не сделали, я не знаю. Крышу мы сняли, стекла опустили. Но это еще не все. Вот эта поперечина убирается при помощи специального инструмента, который есть в бардачке. И тогда наслаждайтесь свободой. Кстати, для особо внимательных, для того, чтобы найти все ответы в конкурсных шортах и увидеть, где я допустил ошибку, достаточно посмотреть этот сюжет. Ну, сидение немного плосковато, но в принципе это же не спорткар. А в целом вполне удобно. Зато смотри, какой большой экран. Их целых два. Этот размером больше 12 дюймов, а этот больше 13. Раньше телевизоры, что на кухне ставили, были меньше. Саша, а что это за подрулевой лепесток? Как будто какая-то зарядка? Ксюш, это подрулевой лепесток, который ведает системой рекуперации. Ты можешь увеличивать или уменьшать действие рекуперативной энергии. То есть тут, естественно, есть движение, то, что называется One Paddle, в одну педаль, когда ты вообще не касаешься педали тормоза. Если ты сбрасываешь с педали акселератора ногу, машина начинает автоматом останавливаться. При этом она тут же использует энергию торможения для зарядки аккумулятора. Ты знаешь, что мне еще нравится в этой машине? Помимо сенсорного дисплея и сенсорного управления, здесь еще есть кнопки? Ну да, от физических кнопок они не отказались, но они тоже непростые. Вот смотри, предположим, вот мы видим пиктограмму сидения. Мы нажимаем на нее, и тут сразу появляется то, что ты хочешь. Ты можешь включить либо подогрев сидений, либо вентиляцию. Ну а в остальном все как в обычной машине. Ну единственное, помимо пневматической подвески, я знаю, что здесь есть полноуправляемое шасси. Ты просто гений, Ксюша, смотри. На самом деле, вот при помощи этой шайбы мы можем выбрать режимы движения. Их несколько. Есть режим Normal, есть режим... Видишь, здесь есть даже космический корабль, который мы сегодня с тобой не захватили. Это буксирование прицепа. Также есть режим внедорожный. Их несколько. И есть вот оффроуд, как бы плюс-плюс-плюс индивидуальный. My mode. Но на самом деле здесь есть еще одна штука, которая называется полноуправляемое шасси. Ты правильно сказала. Активируется она следующим образом. Вот смотри, если нажать на шайбе вот на эту кнопочку, у тебя загорится специальное изображение. Видишь, вот сейчас активировано, что все колеса поворачиваются. Причем, если обычно производители делают полноуправляемое шасси, где задние колеса поворачивают на угол максимум до 2 градусов, то здесь 10 градусов. Именно благодаря этому диаметр разворота, как у Chevrolet Bolt. А Chevrolet Bolt, он поместится в салон этого автомобиля. 10 метров. Хочешь проверить? Давай попробуем. Давай. Ну, получается, они не в ралле, и действительно диаметр разворота больше чуть 10 метров. Ну, так оно и есть, как они утверждают, что ровно такой же диаметр разворота у Chevrolet Bolt, который, как я говорю, действительно поместится в салон этой машины. Саша, а как работает система Краб-Волк? На самом деле, Ксюх, для нее специально кнопки не предусмотрено. Для того, чтобы активировать систему, и машина могла ездить боком вправо-влево, действительно как Краб, нужно нажать на вот эту часть кнопочкой, и сейчас мы услышим характерный звук. Вот тебе там загорается пиктограмма, здесь у нас появляется анимация, вот тебе появился еще и Крабик. А теперь ты можешь вывернуть руль, предположим, до упора влево, перевести рычаг селектора в положение Drive, и поехали. Ну, он все равно достаточно большой, и я думаю, парковаться будет на нем сложно, да и надо привыкнуть к габаритам. Ну, к габаритам любой машины необходимо привыкать, но эта машина может действительно парковаться самостоятельно. Я тебе сейчас покажу. Смотри, при помощи этой кнопки мы можем активировать автопарковщик, причем, как видишь, он может парковаться как параллельно, так и перпендикулярно. И в правой, и с левой стороны, что, в принципе, очень удобно. Это помимо того, что здесь есть 18 камер и, естественно, парковочные датчики. Саш, а зачем здесь AUX? Ну, насколько я знаю, AUX это подключение какой-то медийной системы. На самом деле, видишь, ты можешь задать любую иконку, и тут нельзя не обратить внимание на то, что они подошли с юмором достаточно сильным. Смотри, есть DC-AC, перепутанно. Типа как AC-DC? Да. Смотри, здесь есть отсылка к хаммеру, есть горы, есть какой-то йети, есть динозавр, есть, смотри, шланг или питание. Ну, вот это мне тоже очень нравится. Пыхтящее сидение. Летающий хаммер, водоплавающий хаммер, хаммер-снеговик, есть даже взрывчатка, вот, видишь, динамит. Есть три вида черепов, тринитроцелуол, специальное управление. Ну, естественно, и космический корабль, и есть шаттл. Вот, кстати, динозавр, которого убивает метеорит. Тоже замечательная штука. А я знаю, что дорожный просвет здесь более 40 сантиметров, ну и плюс все блокировки есть. Впереди есть электронная блокировка, а сзади стоит два мотора, которые имитируют и создают видимость блокировки. Ну, и, естественно, есть понижайка. Для этого достаточно дернуть рычаг несколько раз на себя. Ну, это все, конечно, очень здорово, но я не особо люблю съезжать с дороги. Ну, на самом деле, специально для тебя компания GMC в модели хаммер предусмотрела особенный режим, который называется What's of Freedom. Если его активировать, автомобиль максимально опустится к земле и подготовит батареи к пиковой мощности. Кстати, запас хода 505 километров. Правда, это при идеальных условиях. Саш, знаешь, ну, я небольшая любительница больших машин, но этот автомобиль мне понравился. Тюх, ну, не будем забывать, что это все-таки электромобиль, и количество ячеек топливных, скажем так, да, АКБ, которые расположены под полом этой машины, они напрямую зависят от размера. Батарейки все-таки достаточно тяжелая штука. Соответственно, я сам небольшой любитель внедорожников, но эта машина, действительно, она какая-то очень позитивная. Мне понравилось. Ну, тогда, может быть, покатаемся? Ты знаешь, несмотря на снег, я думаю, прокатимся. Продолжение следует...